Леса Шри-Ланки надёжно хранят свои секреты. Но в этом живописном лабиринте идёт великая битва за жизнь. В лесной подстилке охотятся богато разукрашенные хищники. А среди ветвей зарождаются новые поколения. Каждый уровень леса — отдельное царство со своими уникальными видами. В этих джунглях среди деревьев нашлось место и человеку. Шри-Ланка и её потаённые сокровища веками манили к себе путешественников со всего мира. Перед ними открывалась страна, породившая великую цивилизацию. А по природному разнообразию — не уступающая целому континенту. Бескрайний океан окружает остров. Длиной всего 380 километров, на котором яростно кипит борьба за существование. И всё же, даже на этом клочке земли есть место, где конкуренция особенно жестока. Это облачные леса Шри-Ланки. Дикая Шри-Ланка. Облачный лес. Леса Шри-Ланки возвышаются над страной, как острова над морем. Здесь, на высоких лесистых нагорьях, затерялись виды, которых не встретишь больше нигде. Краснолицый гульман. Он не встречается нигде, кроме Шри-Ланки. А данная разновидность обитает только в буйных джунглях этой страны. Они редко спускаются на землю, предпочитая размножаться и кормиться вместе со своей группой в относительной безопасности у вершин деревьев. Ветви Ильяны – прекрасная игровая площадка. which is a bird song the watch mate says in a year, которые не могут остановиться в том, разные уборки, которые не знают обраке. Виктор, который неira. Виктор, которые не знают регулярно Tomis некоторые детеныши могут чересчур увлечься когда они резвятся в листве становится очевидно что они созданы для жизни на деревьях недавно местные натуралисты заметили в лесах кое-что новое это тоже краснолицый гульман но еще более редкой белой разновидности натуралисты обнаружили всего 14 групп на крохотном участке изолированных джунглей возможно это эволюция в действии благодаря разной степени пигментации окраска этих обезьян варьируются от бегой до белоснежной похоже белый цвет дает преимущество самкам особи в белых шубках более привлекательны для самцов но не все идет так как хочется прекрасным дамам такая заметная внешность делает детенышей легкой добычей для хищников в воздухе орел яйцеед группу охватывает страх все бросаются в убежище пойдет мудренность о чем-то в чем-то то, что замкнулись а и и кусочку и и явно Сегодня и серые, и белые спаслись от воздушного налета. По возможности, стараясь избегать хищников, обезьяны почти всю жизнь проводят на деревьях. Только если расстояние между ветвями слишком велико, они рискуют спуститься на землю. Но и там держатся осторожно. Внизу, на лесной подстилке, поджидает крупнейший хищник этих лесов. Тигровый питон. Эта змея, длина которой может превышать 5 метров, душит жертву кольцами своего тела. Но сегодня эти мышцы выполняют совсем другую работу. Свернувшись вокруг кладки гигантских яиц, она генерирует тепло. Непрерывные легкие сокращения мышц согревают яйца. Она оберегает кладку несколько недель. Но это все, на что хватает ее материнского инстинкта. Перед самым появлением потомства она удаляется. Бросать детенышей, когда они так уязвимы, странный поступок для родителей. Но она почти не ела несколько недель. И хищнический инстинкт может пересилить материнский. Им предстоит потрудиться самим. С помощью специального яйцевого зуба малыши протокают кожистую скорлупу. Осторожно выглядывают. Пробуют воздух на вкус. Со временем они станут грозными охотниками, способными съесть даже главного хищника Шри-Ланки, леопарда. Но сейчас они беззащитны. Они расползаются по лесной подстилке. Питоны ведут одиночный образ жизни, и соперничество начинается рано. Каждый должен найти себе участок и временное укрытие. Безопасных мест в этом лесу нет. Хохлатый змеи яд. Устроившись высоко в лесном пологе, он пристально смотрит вниз. В охоте за своей добычей он применяет стратегию терпеливого выжидания. Новорожденные питоны – прекрасный завтрак. КОНЕЦ КОНЕЦ Вырасти удается лишь горстке детенышей. Но выжившие утроят свою длину за первый год, а достигнув полного размера, войдут в число крупнейших змей планеты. КОНЕЦ Как и всем обитателям этих лесов, им придется бороться за ограниченное пространство. Шри-Ланки Шри-Ланкийские джунгли занимают лишь малую часть острова. Шри-Ланка на две трети покрыта равнинами, где ритм жизни диктует суровый засушливый сезон. Но в горах на юго-западе острова дожди круглый год поддерживают буйство флоры. Здесь, в непроходимых джунглях, борьба за ограниченные ресурсы стала двигателем эволюции. Три четверти биологического разнообразия Шри-Ланки сконцентрированы во влажной зоне, и местные виды продуктивно используют каждый сантиметр леса. А результат – разнообразие форм жизни, подобное россыпи самоцветов в зелени. Здесь живут воздушные гимнасты и любители причудливых нарядов. Здесь дрозды выглядят как сороки. А сороки похожи на клоунов. Редкая цейлонская лазуревая сорока. Если хочешь выжить в этих лесах, не стоит перевередничать. Плоды, лягушки, насекомые – все идет в пищу. Гусеница – любимое лакомство. Проблема в том, что их колючие волоски отпугивают большинство птиц. Однако у сорок есть одна хитрость. Они научились удалять колючие щетинки, быстро проводя гусеницей по ветке. Он готовит ужин не для себя. Его ждут два голодных рта. Эти птицы не водятся нигде в мире, кроме джунглей Шри-Ланки. И столь же уникальное их родительское поведение. Оба родителя выращивают выводок. Но высиживает птенцов только мать. Торопливо взмахивая крыльями, она дает отцу сигнал передать ей добычу. В этом нет ничего необычного. Но у этой пары есть и другие помощники. Подросшие отпрыски не смогли бы прокормить собственных птенцов в условиях интенсивной борьбы за ресурсы. Молодые члены стаи должны дожидаться своей очереди, чтобы продолжить род. Каждый вносит свой вклад в выживание выводка этого года. Брат, сестра, тетя и дядя все помогают добывать пищу. Такой подход к выращиванию птенцов оправдан в условиях нехватки пространства. Похоже, эта семья нашла хороший способ обеспечить выживание новых поколений в густонаселенном лесу. Защитить потомство и обеспечить выживание своего вида непросто. Особенно там, где борьба за территорию беспощадна. Но есть существа, полные непреклонной решимости сражаться за родной участок. Муравьи портные. Их колония уничтожает миллионы жертв каждый год. По одиночке они одни из самых мелких лесных созданий. А вместе одна из самых грозных армий. Они умело преобразуют окружающую среду и способны занять практически любой уровень леса от лиственной подстилки до вершин деревьев. Их слаженная работа при постройке гнезд не имеет себе равных в дикой природе. Они соединяют живые листья с помощью своих лапок и жвал. Одни муравьи удерживают листья, пока другие сшивают их края. Их слаженная работа к стыкам подносят личинок и легким нажатием выдавливают шелковую паутину. Перемещаясь туда и обратно, муравьи действуют как живой ткацкий станок и сшивают стены шелковыми нитями. Так строится замаскированный лагерь, из которого колония будет рассылать диверсионные группы. В лесах Шри-Ланки сумела занять свою нишу еще одна древняя цивилизация. Человеческая. Способы выживания передаются из поколения в поколение. Каждый день, на рассвете и на закате, он срезает тонкий слой с цветов этой винной пальмы, чтобы добыть сок. Это сырье для пальмового сахара. Шри-Ланкийская замена сахарному тростнику. Эти деревья приносят доход его семье и так было веками. Одни кормятся за счет деревьев, а другие обнаружили, что лес может дать больше. Это самое священное место в лесах Шри-Ланки. на самой высокой горной вершине в северной части острова в строгом уединении обитает древний орден лесных монахов-отшельников. Многие местные растения когда-то использовались в медицине. В наши дни лес хранит то, что осталось от аюровидической лечебницы, где монахи применяли растения и травы, обладавшие, как они верили, целительной силой. Четверть местных растений являются эндемиками Шри-Ланки и 60% из них встречаются только в джунглях. Но на окраинах леса с ними конкурируют новые завезенные виды. В некоторых районах выращивают эти чужеземные деревья самыми большими в мире плодами. Ими кормится уникальный вид цейлонский висячий попугайчик. джекфрут как магнит притягивает лесных жителей. А теперь пируют белки. это сытная пища, богатая питательными веществами. Самые крупные плоды могут весить больше 45 килограммов. Сочной мякоти хватит на всех. Белка быстро уступает место своему родичу переростку. гигантская белка, достигающая метра в длину, одна из крупнейших в мире. даже великанам приходится делиться. дерево. дерево недолго остается в их распоряжении, ведь рядом появляются еще большие любители этих фруктов. цейлонские макаки решают, что настал их черед и всей семьей приступают к еде. Считается, что название джекфрут произошло от индийского шака, что означает круглый. Но круглым этот плод будет недолго. Если бы его посадили люди, им мало что осталось бы к моменту сбора урожая. Внизу готовятся к пиру другие существа. Муравьи-портные несут свою добычу летающих термитов, напоминая похоронную процессию. церемония с мрачным финалом. Жизнь этих термитов была коротка, но их останки не пропадут даром. жми и даром. Джунгли Шри-Ланки буйно разрастаются в тёплом влажном климате. Каждый год в самой влажной части острова выпадает до пяти метров осадков. Жаркое солнце испаряет влагу почти так же быстро, как проливается дождь. Каждое утро пар собирается в огромные тучи, танцующие над лесом, чтобы вновь пролиться дождем. Но поднимитесь выше, в горное сердце Шри-Ланки, и вам откроется совершенно иная картина. Высоко в горах таятся влажные горные леса Шри-Ланки. Здесь не так тепло. В декабре и январе в горах случаются заморозки, и температура может падать ниже нуля. Холодный воздух поднимается вверх и образуется густой туман. Низкорослые и сучковатые деревья, согнувшиеся в три погибели, почти всегда окутаны влажной дымкой. С изогнутых ветвей свисают гирлянды эпифитов – растений, прикрепляющихся к деревьям. Это мхи, лишайники и орхидеи. Влага, полученная из тумана, насыщает ткани растений. При этом их масса может возрасти в 400 раз по сравнению с сухим состоянием. Затем лишняя вода стекает вниз на землю. Этот мир, пропитанный влагой, беден питательными веществами. Здесь ничего нельзя тратить зря. Из-за нехватки азота в почве некоторые растения были вынуждены выживать весьма необычными способами. Росянка, покрытая ворсинками с капельками клейкой слизи на кончиках, ловит свою летающую добычу. Точно так же паук ловит насекомых в свою паутину. Чем сильнее они бьются, тем крепче прилипают. Сворачивая лист, чтобы окончательно подавить сопротивление жертвы, росянка переваривает ткани насекомого, содержащие ценные питательные вещества. Облачные леса Шри-Ланки – родина целой армии высокоспециализированных видов. Легион многоножек перерабатывает гниющие отходы. У каждого вида своя стратегия выживания. Знакомьтесь, мраморная лягушка. Это уникальное животное водится только на Шри-Ланке и только в этих высоких горах. Ее необычно плоское тело идеально сливается с каменистой поверхностью, на которой она обитает, помогая ей выжить в стремительных и мелких горных ручьях. Характерные черты проявляются с рождения. Головастики прекрасно приспособлены к жизни на камнях. Так же, как этот пресноводный краб. Он живет на высоте полутора километров над уровнем моря и является одним из 49 видов пресноводных крабов, обитающих только на Шри-Ланке. Это природная лаборатория эволюционных экспериментов, в которой виды на протяжении миллионов лет развивались в изоляции. Один из них – этот лесной патриарх. Самец медвежьей обезьяны отдыхает на ветке. Благодаря длинному меху он хорошо переносит холодный климат. По сути, он такой же краснолицый гульман, как его белые и серые родичи, обитающие ниже на склонах этих гор. Но он хорошо приспособился к холоду и влажности, хотя такой густой мех требует ухода. Эта малышка родилась два месяца назад. В самые холодные дни года ее торчащие белые бакенбарды повиснут, когда она подрастет. Именно этот густой мех помог ей выжить в самые суровые холода. К тому же ей посчастливилось родиться в группе обезьян, которые придумали, как облегчить себе жизнь. Каждое утро они пробираются в самый высокогорный ботанический сад Шри-Ланки. Здесь нет хищников, и можно отведать экзотических растений, таких как мимоза. Они уплетают яркие лакомства, как дети в кондитерской. Но их перспективы далеко не так радужны. Некоторые ученые боятся, что многим видам приматов Шри-Ланки осталось существовать не более 20 лет. Их исчезновение будет печальным финалом истории, которая началась 300 лет назад. В 18 веке в эти леса прибыли англичане. Они правили островом, вырубая леса под корень, чтобы освободить место для плантаций новой завезенной культуры. Кофе. Но сейчас на этих склонах собирают совсем иной урожай. Катастрофическая болезнь уничтожила зарождающееся производство кофе. И англичане переключились на другую импортную культуру. Чай. За десяток лет цейлонский чай прославился на весь мир. Но с ростом плантаций леса становились все более изолированными клочками, островками на острове. Эндемичные виды оказались отрезанными от остальной части Шри-Ланки. Ночь опускается на оставшиеся леса Шри-Ланки, окутывая их звездной сетью. В мягком, мерцающем свете звезд из сумрака появляются пауки, дикобразы и летучие мыши. Новая компания существ сменяет своих дневных соседей в борьбе за те же ресурсы. Призрачное видение Когда-то Шри-Ланка была полна этих странных созданий. Это один из древнейших приматов планеты. Тонкий лори. Его среда обитания сокращается, а с ней падает численность особей. Этот самец живет в дебрях муссонных лесов на равнине. Но его горные родичи оказались на грани вымирания. Этой ночью он думает лишь о собственном выживании и разыскивает самые спелые лесные плоды. Длинные конечности и специально приспособленные ладони и ступни помогают передвигаться по тонким веткам. Рацион этого ловкого и проворного охотника не ограничивается фруктами. Добыча. Сочная стрекоза. Ужин съеден, и пора заняться более насущными вопросами. он выслеживает в ветвях самоклори. Пара обновляет свои узы. Облизывая друг друга и обмениваясь запахами. После мимолетной встречи самка помечает ветку дерева, сообщая о том, что это ее территория. Луна по-прежнему светит с ночного неба. И под ее лучами пробуждается хрупкая красота цветков кадапула. Это один из немногих цветков, распускающихся ночью. светит с ночной снег Первые лучи солнца освещают лес. И растения, цветущие днём, продолжают борьбу за существование. Чёрный бюльбюль песни возвещает новый день. В утренних лучах с дерева слетает семечка, которая, быть может, прорастёт в лесной подстилке. Другие семена вращаются на ветру. Затяжное падение даёт им шанс отлететь подальше от родного дерева. Вращаясь как лопасти вертолётного винта, они скользят через лес. Чем дальше их унесёт, тем выше вероятность, что какой-нибудь из них прорастёт. Здесь конкурируют не только животные. Растения тоже борются за пространство и свет. Это выжившие дети леса. На лесной подстилке хрупкие молодые растения ловят каждый лучик света. Они начинают свой долгий путь к вершинам. Лишь малая часть достигнет таких гигантских размеров. Многие деревья не могут доверить свои семена ветру и вынуждены полагаться на помощь животных. Индийские летучие лисицы с размахом крыльев около метра стремительны и неутомимы в полёте. Это самые крупные рукокрылые в мире. Каждое утро эти ночные создания собираются на безопасных вершинах самых высоких деревьев. Их прозвали летучими лисицами за острые лисьи мордочки. Лапы и когти каждой лисицы прекрасно выдерживают её вес. Днём они придаются праздной лени, разве что обмахиваются, если становится слишком жарко. Они висят на ветках, как странные тёмные плоды. Самки приносят потомство один раз в год. Первые несколько месяцев детёныш полностью зависит от матери. Каждая новая жизнь даёт новую надежду этим лисам. Летучие лисицы — хранители деревьев. Каждую ночь они покидают свой насест в поисках плодов и нектара. Таким образом, они невольно играют одну из важнейших ролей в экосистеме тропических лесов. Участки леса так раздроблены и разбросаны, что одним летучим лисицам под силу перенести крупные семена с одного островка на другой, способствуя восстановлению леса. Они летают между отдалёнными лесами, как посланники жизни. Учёные полагают, что именно летучие лисицы — залог возрождения прежних лесов. Каждую ночь безвестные и невидимые для людей летучие лисицы спасают лес. Этот лес столетиями рос рядом с нами. На Шри-Ланке почитание живой природы способствовало её мирному соседству с человеком. Нередко лес возвращал себе то, что когда-то ему принадлежало. Сегодня его флоре и фауне угрожает до боли знакомое соперничество с человеком за территорию и ресурсы. Но ещё задолго до того, как охрана природы вошла в моду на Западе, на Шри-Ланке существовали места, где люди поклонялись природе. И в современном расколотом мире человечество должно нести не угрозу, а надежду на восстановление баланса. Природа не требует отдать ей каждый уголок Шри-Ланке. Однако очевидно, что эти джунгли, переполненные чудесными созданиями, иначе не сохранить. Программа озвучена на студии «Велес». Текст читал Олег Белов.